Привет друзья, с вами Сантей, продолжаю я рубиться в Трудоград. В этом видосе я начну выполнять основной квест Рельсотрон. Расскажу вам, как лучше выполнить квест Нежелательное соседство, а также покажу, как получить халявные 5 очков к бартеру. Друзья, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Хотя и в пригороде Трудограда еще осталось несколько квестов, советую выполнить их позже. Так как в Трудограде опыт за выполненные задания идет на всю команду, есть смысл сразу в начале игры взять к себе в отряд второго напарника. Чтобы взять напарника, нужно начать выполнять основное задание Рельсотрон. Иду в ржавый квартал. Так как от завода инвентара осталось одно здание, нужно расспросить местных жителей, куда перевезли оборудование. Информацию могут дать два человека. Первый аферист-аптекарь, который попросит за инфу штуку рублей. Второй человек, который может дать инфу о заводе, мужик по фамилии Кондрашкин. Он с женою стоит возле запертой двери своей квартиры. Чтобы он поделился со мной информацией, куда переехал завод, нужно выполнить его квест. Кондрашкин в квартире разводил мутантов-холодцов. Когда они подросли, то просочились на свободу сквозь прутья решетки. Мне нужно уничтожить холодцов. Получаю квест «Нежелательное соседство». Холодцы, я вам скажу, довольно-таки мощные. Почти сразу с первого удара сбивают с ног. Крайне советую гасить их с расстояния. Когда холодцы сагрятся, на вашей стороне в бой вступит милиционер. Поможет их мочкануть. Можно вообще не стрелять, если у вас маловато патронов. Милиционер мочканет их сам. Можно в бою по-тихому мочкануть мента и забрать его автомат и броню. С трупов-холодцов можно взять слизь, дающую плюс один к ловкости и минус один к интеллекту на 10 минут. Но слизь также дает аж плюс 600 к токсичности. Кондрашкин будет сидеть и ждать результата в квартире напротив другой стороны у друга алкаша. Зовут алкаша Никифоров. В диалоге с ним нет особо ничего интересного. Если его поспрашивать, можно получить совсем чуть-чуть опыта. Дальше говорю с Кондрашкиным. Прошу награду. Использую общение, прошу повышенную награду. Получаю опыт 400 рублей и сгущенку. Дальше расспрашиваю его за рельсотрон. Он говорит, что завод инвектора за пару ночей разобрали и вывезли люди генерала и нынешнего министра обороны Глеба Воронина, который обитает в верхнем районе Седьмое Небо. Чтобы туда попасть, нужен спецпропуск. Со слов Кондрашкина, пропуск могут сделать в трактире Михалыча или нужно официально вступить в ряды милиции. Очень важно. Если спросить у Кондрашкина, как ты зарабатываешь на жизнь, то он расскажет историю, как он берет товары у одних людей и продает другим. Получаю на халяву плюс 5 к бартеру. Дальше иду и ради опыта говорю с женой Кондрашкиной. Светланой Кондрашкиной. Значит, смотрите, так как я сейчас получу новый уровень, есть смысл на время надеть на голову билет гексогена, дающий плюс 3 очка навыков за левел. Точно так же, когда вы замечаете, что ваши напарники должны получить новый уровень, есть смысл на время надевать им свой орден, дающий плюс 2 очка за каждый левел. Светлана рассказывает истории, которые поначалу кажутся небылицей. Якобы она была раньше сталкершей, охотницей за сокровищами. Можно порасспрашивать ее о напарниках. Сейчас она стирает и убирает для Кондрашкина. Если подвергнуть слова Светланы о сталкерстве сомнению, она покажет несколько трюков со стаканом с мукой, находящимся у нее в руках. Сомнения сразу развеятся. Получаю неплохое количество опыта и новый левел. Значит, смотрите, важно, дальше придется делать выбор, вступить в милицию или ряды революционеров. Очень важно, если вы хотите получить все ачивки, а парочку можно получить только вступив в разные фракции, я бы посоветовал сохраниться на отдельном слоте. А лучше скопировать сохранение из папки апдата. В этом прохождении я решил вступить в революционеры, поэтому иду в трактир к Михалычу. Потом я обязательно сыграю за милицию. В трактире говорю с барменом Михалычем. Спрашиваю за пропуск. Чтобы вы не говорили, он будет морозиться. Получаю опыт. Михалыча можно порасспрашивать об историях. Он знает их много. Тоже получаю ЛП. можно попросить его сделать коктейль. Но он скажет, что как-то делал, но из этого ничего хорошего не вышло. При повышенном интеллекте можно сделать вывод, что это был абсент. Тоже получаю опыт. После диалога с Михалычем вас по-любому остановит мужик на выходе и предложит услуги. Он говорит, что чтобы получить пропуск, нужно поработать на революционеров. И если я согласен, советует поговорить с девушкой в военной форме по имени Искра, сидящей за столом. Искра сидит за вторым столиком. Значит, смотрите. Чтобы присоединиться к революционерам, нужно будет выполнить три фракционных задания. Два из них точно такие же, как если бы я решил вступить в ряды милиции. После выполнения фракционных заданий Искра присоединится в мою команду и будет вторым напарником. Но выполнять эти задания я буду уже в следующем видосе. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok